Друзья, следующая неделя очевидным образом поделится четко пополам на 18 минус, так скажем, и 18 плюс. То есть 18 марта, конечно же, это день прежде всего заседания Федерезерва США и на до, и на после. Почему? Потому что, собственно, снижение ставки, которое полностью сейчас заложено в ожидании рынка, уже 0,75% ждут. Некоторые эксперты говорят, что и сразу на процент, то есть почти уже до нуля снизят процентную ставку. Ну, собственно, мы обсуждали с вами этот момент и раньше. Ради этого шага все и затевалось. Снижение ставки Федерезерва – это не следствие событий, происходящих. А, собственно говоря, это и есть причина, ради чего раздувала вся информационная безумная кампания вокруг надоевшего уже, наверное, всем слова из 11 букв. Я не употребляю его, знаете, как тетраграмматон в еврейской традиции, то, что упоминается в первой из 10 заповедей. Есть слова, которые лучше вслух не произносить. В данном случае это, конечно, с обратным знаком. Минус – вот так или иначе, если говорить серьезно и без суеверий, то рынки нужно держать напряженном состоянии, и их, видимо, будут держать напряженном состоянии, пока, собственно говоря, финансовые круги не выполнят свои задачи, которые, собственно говоря, в них поставлены. То есть рефинансировать американский долг, ну, наверное, это лучше, чем реструктуризация. Вот так они рефинансируют, хотя, наверное, хотелось бы, чтобы все как-то происходило по-другому. В качестве повода им понадобилась массовая истерия. И, в общем, хорошо, если сам процесс не был организован, если не выяснится что-либо такое. Я не буду здесь совсем их конспирологию разводить, но если кто-то пропустил этот момент, почитайте твит представителя МИД Китая. Может быть, достаточно интересная и политическая дискуссия на этот счет. Но если брать чисто финансовую сферу, то после понижения ставки ФРС, в принципе, если в планы дальнейших американских финансовых властей не входит понижение ставки вообще в отрицательную область, к чему призывал еще недавно Дональд Трамп, если они успокоятся на 0,25 или на 0,5%, то рынки, что называется, можно отпускать. В этом случае снизится сразу резко цитируемость этого самого знаменитого слова и потихонечку может сходить на нет данная истерия. Рынкам позволят, наконец, показать низы. Образуется в этом случае как раз спаситель рынка. Будет понятно, что он уже появился. Федрезерв в этом качественно хотел бы выступить. И причину соответствия поменяют местами. Соответственно, вот вышел Федрезерв, накачал рынки ликвидностью, он начал еще с четверга, 12 марта, полтриллиона вбросил, потом еще триллион вбросил и так далее, и так далее, плюс снижение ставки. Рынки, как мы видим, в общем не среагировали сразу на вброшенные гигантские, на самом деле, деньги. Но они, конечно же, заемные, это под систему репроукционов. Но тем не менее, да, то есть вбросы, проверки, как среагируют, все это происходит. И в какой-то степени, наверное, стоит вспомнить и о том, что по индексам биржевым достигнуты примерно предрождественские низы 2018 года. Все мы помним, что это было такое. Это был как раз низ рынка перед началом следующей волны ралли. Я не утверждаю, что именно там дно и будет. Оно может оказаться естественно и глубже. Но, скажем так, какой-то знаковый ориентир для многих. И, наверное, повнимательнее следует на ближайшую неделю присматриваться к техническим, прежде всего, сигналам. Даже не к новостному фону, да. Потому что, ну, сказать, что рынок там проваливается на том, что перекрыли путешествия из Европы в Америку, например. Ну, согласитесь, ребята, это несерьезная история. Это не то, что может нанести действительно экономический ущерб. Тем более, что торговые все сделки остаются в силе. И просто уже рынок, скажем так, ну, тянули вниз дальше за уши. Падение, которое произошло, в частности, в середине прошедшей недели, очень было срежиссировано, я бы сказал, красиво по-своему. Сначала рынки подготовили к мысли, что Дональд Трамп непременно в ходе своего обращения озвучит идею снижения налогов на заработную плату. Хотя, в принципе, все слова про это уже были предварительно сказаны. А дальше это будет явно зависеть от консультации с Конгрессом. Конгресс не так просто уговорить. И понятно было, что в своем выступлении Трамп не станет просто поднимать эту тему. Это как говорят в английской поговорке, все равно что готовить зайца, еще не поймав его. Ну, или по-нашему делить школу не убитого медведя. Вместо этого Трамп говорил совсем о другом, но рынки подготовили к мысли, что раз о другом, значит, это разочарование. Вот, в общем, рынок очень манипулируемый в данный момент. Соответственно, надо это понимать. И для того, чтобы делать какие-то выводы, прежде всего смотреть на характер технических провалов, технических отскоков в окрестности 18-го числа в особенности. Возможно, что будут интересные вещи. В этих условиях преимущество на валютном рынке на стороне определенных валют также может проявиться. Это валюты, по которым не предпринимают Центробанки дополнительных смягчений. Уже Европейский Центробанк в этом плане отстрелялся. Показал, что они не готовы вестись на эту тему. Даже на десятую долю процента, символическую, которая позволила бы им покупать ряд бумаг Германии, Голландии, не повелся Европейский Центробанк. Сделал только 120-миллиардное количество смягчения, что, в общем, не является сейчас огромной суммой. Это может быть 3-4 месяца по 30-40 миллиардов, условно. Это понизило курс евро, безусловно. Но дальше рынок будет смотреть и опять же примиряться к идее, что после понижения ставки ФРС дифференциал ставок уже снился практически до нуля. И дальше будет выбор у инвесторов, соответственно, более сложный, драматичный, вдумчивый, покупать ли американские бумаги и действительно помогать ли США рефинансировать свой долг, скупая без дохода, по сути, этот долг. Либо посмотреть в другую сторону, в частности, в сторону Европы, где тоже нет дохода, но при этом мы видим, что здесь есть шанс на курсовой разнице что-то выиграть и при этом диверситировать свой портфель. Соответственно, присматриваемся к другим валютам, в частности, по Японии уже дали утечку, что японцы не собираются снижать ставки ниже своего нуля. Возможно, британцы вбросят некий объем тоже в качестве смягчения, с фунтом здесь может быть больше несколько слабостей, переговоры перенесены или отменены пока что временно между Британией и ЕС из-за угрозы заражения, конечно же, потому что они не могут договориться. Так или иначе, это не увеличивает в данный момент популярность фунта, и там будет более спорная ситуация. Но вот в различных валютах будет по-разному, безусловно, но мы так или иначе видим, что по доллару потенциал ослабления будет запущен. И какая валютная пара этим воспользуется, увидим по ситуации, но присмотреться стоит. Наконец, важный момент, который очень многих интересовал и интересует, это золото. Безусловно, все предыдущие оценки, что золото имеет шанс извиться к небесам, в условиях низких процентных ставок, все это есть. Остается там и тема про 1800-2000, мы их не забываем. Но не забываем и о предупреждениях, что потенциал движения в падениях также может зашкаливать. То есть золото – это такой ковер-самолет под ним, если хотите, на этом ковре-самолете оно летает, но его могут, по сути, вытаскивать из-под золота, из-под ног в любой момент, а потом ловить золото этим же самым ковром-самолетом ниже. Видели мы это уже дважды, и чему-то это должно, я думаю, нас научить. То есть в золото готовы вкладываться инвесторы, но, что называется, не по любым котировкам, не по любым ценам, поскольку, по сути, его не рассматривают как убежище от несуществующей угрозы. Угроза, вот вся, что связано с заражениями, карантинами и притормаживанием перевозок, это угроза, скажем, ближе к фейковой, и ее, безусловно, переоценивают. Сейчас от нее никто бежать не собирается никуда, тем более при этом скупая инструмент, который сам по себе дохода не приносит, я имею в виду процентного дохода, а может дать доход только непосредственно от изменения котировок. Соответственно, при низких котировках, ниже 1500 это одно дело, а потом по 1700 и выше другое. Плюс золото, как мы понимаем, снимают кэш, те, кому этого кэша не хватает. Это идет на дофинансирование позиций, у кого-то, pardon, margin call, у кого-то не хватает маржи. Люди, которые не вышли вовремя из-за рынков с большими объемами и не хотят закрывать свои позиции, они под них докладывают кэш. Либо закрытыми позициями ищут возможность, чем отработать. Где-то на падении биржевых индексов, где-то докупками бумаг. Кто как, да? Но, в общем-то, кэш не лишний. И поскольку он сформировался у многих фондов за последнее время в золоте, это реальный профит, то этот профит начинают фиксировать на неустойчивых уровнях. Поэтому планировать возможности какие-то для инвестиций в золото можно, но к котировкам нужно крайне внимательно в этом плане присматриваться, даже несмотря на то, что Федеральная резервная система и все Центробанки активнейшим образом понижают ставки. Ну и, наверное, последнее, что я хотел бы сегодня отметить. По рублю, просто, может быть, и не стал бы говорить на эту тему, но вижу, что есть и комментарии под видео, и вопросы. Петр, а как же рубль, точнее, доллар по 60? Друзья, понимаю, что давая паролю прокнулись на год, в любом случае, я буду, наверное, так же смешон, как Минэкономразвитие, когда свои прогнозы на три года вперед дает, как и со своими корректировками прогноза, тогда уж лучше похоже, может быть, на Голдман Сакс, да? Но куда ни шло, Голдман Сакс тоже видит доллар по 61 рубль до конца года. Правда, сперва они, говорит, мы увидим 75, а потом 61. Ну, то есть, не один я такой чудак, и, в общем, как в хрустальном шаре, да, у графа Калиострова, но вижу цифру 19, век 19-й вас успокоит, сударыня. А я-то дурак стараюсь, помирать собралась. Ну, вот, собственно, так по всем этим прогнозам, конечно же, порублен долгосрок, именно так к ним следует относиться. Тем не менее, я, если немножко пересмотреть, готов свой прогноз, то в плане идеи, что в течение года, 60, думаю, не успеют показать, но 62-63 рубля за доллар в течение года я жду. В этом плане мои ожидания не меняются. Да, сейчас, возможно, на волне ослабления доллар может показать и более высокие котировки, чем сейчас, и более высокие, там, чем 74-75 по доллару, если Центробанк перестанет держать. На данный момент Центробанк продает довольно небольшие объемы, порядка 50 миллионов долларов в первый день, по-моему, 100 во второй. Это, конечно, микрообъемы для рынка, но, как видим, их пока хватает, чтобы удерживать. Если не будет принято решение, что удержать надо где-то выше, то в этом случае, думаю, что эти уровни устоят. Ну, это больше как бы административный сейчас ресурс, но в любом случае, в тот момент, когда нащупается дно на фондовых рынках на западных, оно, конечно, там будет, чуть позже, чуть раньше, тогда, но оно, безусловно, будет возобновиться. Ралли, это тоже одна из причин, почему затевала вся история. Чем ниже опустят, тем больше возможности второй раз проехаться с той же прибылью в следующей волне ралли у биржевых игроков, у маркетмейкеров, которые процесс, скажем так, направляют умело. Рано или поздно, да, это будет. Здесь не так важна даже цена на нефть, которая, безусловно, тоже вернется к уровню, ну, уж по крайней мере, выше 50, даже если перед этим она там, условно, пройдет через какие-то уровни ниже 30, это я вполне допускаю, но снижение при этом объемов спроса не превышает сейчас, пока по данным оценкам даже Международного Энергетического Агентства и по самым жестким оценкам никак не больше, чем 5% от общего объема рынка от 100 примерно миллионов баррелей или около того. То есть, конечно, это никак не соответствует адекватно падению цены на нефть чуть ли не вдвое. Но, говоря о курсе рубля, я, в общем, не то чтобы оговорюсь, но просто подчеркну, как я, в принципе, смотрю на эти вещи, как на эти прогнозы. Торговли непосредственно с самими рублевыми парами я вообще не балуюсь, потому что все, что с рублем, на мой взгляд, это только взгляд такой на вещи, потому что люди спрашивают не более. Деньги я пользуюсь этими же своими прогнозами сам на хлебаниях курса рубля, как правило, не зарабатываю, но и не теряю. А зарабатывать стараюсь инструментом мировых рынков. С начала года уже есть, кстати, более 40%, я даже делаю себе шутливую такую зарубку, решил не убирать дома елочку новогоднюю до тех пор, пока не будет 40%. С Рождества вот наработана, елочка, собственно, убрана. Ну, а какими инструментами именно торгую, там также рассказываю, в том числе и на своем блоге здесь есть ссылка. Но вообще я сторонник идеи, что валюту надо размещать в валютных инструментах, спекулятивно, это Форекс, та же нефть, ну и что там, как бриллианты в руке, да, акции, золото, бриллианты. Руближе держать в рублевых инструментах, конечно, в акции сейчас вкладываться абсолютно рано, наши рынки в любом случае отскочат позже, чем западные, и из-за той же нефти, и из-за общего уровня беспокойств, которые более свойственны нашему фондовому рынку. Но, кстати, сейчас, простите за слово, просто офигенная доходность по ОФЗ. Аукционами инфинам, конечно, не проводятся, но нам с вами зачем аукционы, когда есть вторичный рынок. То есть, на самом деле, банальщина, да, обычная рутина в духе, как сказать, котлеты отдельно, мухи отдельно, в частности, рублевые, да, инвестиции, валютные инвестиции, только в данном случае тут съедобные, те и другие. А вот превращать одни в другие, как и воду в вино, пытаться не советую. У нас не тот с вами уровень магии немного, ну, или божество произволения, или ситхи, кому как угодно. Рассыпчатый зимний снег, первые весенние ростки, ласковое летнее море, задумчивый осенний листопад. Портал finversia.ru Весь год финансовые новости для вас. Редактор субтитров А.Семкин